Во всех храмах города сегодня проходили торжественные службы в честь Дня памяти апостолов Петра и Павла. Это большой христианский праздник, который всегда приходится на 12 июля. Кроме того, накануне праздника завершается Петров пост, который длится 14 дней, с 28 июня по 11 июля. Этот пост также называют летним. Его продолжительность всегда разная и зависит от того, насколько рано или поздно отмечается Пасха. Поэтому у православных сегодня двойной праздник. В этот день сотни одесситов собрали в Свято-Успенском кафедральном соборе, чтобы посетить божественную литургию, которую совершил митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Знаете, наверное, особую торжественность во всей этой службе придает то, что митрополит Одесский и измаильский Агафангел сегодня проводят службу. И я вот смотрю, многие знакомые здесь находятся, одесситы находятся для того, чтобы помолиться за свою семью, за свой город, чтобы в каждой семье был мир, спокойствия, благополучия. Это, наверное, самое важное. Вы знаете, огромное событие для меня. Вот я стою на службе и думаю, что уже почти 10 лет, и уже с тем, как проводятся такие вот торжественные богослужения именно в Успенском соборе, когда возглавляет службу митрополита Агафангел, для нас это большая честь. И, конечно, мы сегодня собрались в такой вот единой православной компании, команде, будем так говорить, и Сергей Васильевич Кивалов, и матушка Серафима, и у нас гости из Киева приехали, журналисты Анина Соколовская. Поэтому мы тут сегодня все молимся, объединяемся о мире. Мы молимся о том, чтобы люди почувствовали добро и сердце друг друга, чтобы все-таки православие объединялось. Святые апостолы Павел и Петр – главные ученики Иисуса, которые распространяли в народе веру в Христа и до конца своей жизни сохранили верность Богу. Кроме того, православные называют их первоверховными. Согласно поверью, святой Петр стоит у ворот рая, держит в правой руке ключи от него, пропуская в Царство Божье праведников и прогоняя грешников. Сегодня церковь чтит день по память святых апостолов первоверховных Петра и Павла, апостол Петр, апостол из числа 12, ближайший ученик Господа нашего Иисуса Христа, который присутствовал при великих чудесах, которые совершал Господь наш Иисус Христос. Апостол Павел прославился тем, что ему принадлежит фактически третья часть Священного Писания Нового Завета. Он оставил нам большое богословское наследие, святая церковь в своем вероучении, руководствуется именно учением святого апостола Павла. Святые первоверховные апостолы Петр и Павел своим учением, своими наставлениями, подвигами, благовестием также побуждают нас быть верными Святому Православию, нашей каноничной Украинской Православной Церкви по главе с блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украиной Владимиром. Ну и, конечно же, мы чтим нашего святителя, владыку митрополита Агафангела. Да, мы едины, мы крепки, потому что с нами Бог. Также 12 июля отмечается День памяти чудотворной Касперовской иконы Божьей Матери, которая находится именно в Свято-Успенском кафедральном соборе. Каждый присутствующий имеет возможность прикоснуться к Касперовской иконе Божьей Матери, которая является небесной покровительницей Одессы и всего южного региона Украины. Пресвятая Богородица – это небесная заступница, покровительница каждого из нас. Ее аммофор сияет над всеми православными христианами. И сегодня, в день праздника Касперовской иконы Пресвятой Богородицы, мы, одесситы, горячо молимся ей о граде нашем, о мире в Украине, о благополучии. Мы рады, что нас так много, что мы одна большая, единая, сплоченная, православная семья. Хранительницы называют, почему? Потому что неоднократно Божья Матерь даровала победу и избавляла город от врагов, которые намеревались его захватить. В Одесский Свято-Успенский собор икона попала в 1852 году, во время блокады города британским флотом. Жители города верили, что лик иконы станет оплотом против вражеских нападений и надежнейшим залогом спасения. В итоге Одесса осталась невредимой в этой войне. По сей день к иконе едят паломники, и каждый день в 8 утра можно прикоснуться к чудотворной иконе. В частности, на нынешнее празднование приехали православные из Киева и Закарпаття. Также гости из столицы и Западной Украины приняли участие в крестной ходе к Свято-Покровскому скиту Одесской епархии, что в селе Мариновка. Шествие прошло накануне праздника Тихвинской иконы Божьей Матери и по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Касперовская икона – это святыня, известная во всем мире. Мы знаем, какие чудеса она творила, как она спасала Одессу. Поэтому, конечно, невозможно было не приехать. Тем более, что мы понимаем, что служит митрополит Агафангел, игумене Серафима стоит на службе. То есть, свет Одессы весь собрался, скажем прямо. После того крестного хода, который уже прошел буквально на днях, мы видим, насколько велика сила православия Одессы. 10 тысяч человек участвовали в крестном ходе. Мы приехали из Закарпаття, и сюда мы ходим уже где-то более 5 лет. Каждый год берем участие в крестном ходу. В этом году еще брали участие в крестном ходу к Мариновке. Очень нравится. Отметим, что знаковым является и то, что при строительстве Международной академической школы Одесса первой мозаичной иконой, которая была установлена на фасаде школы будущего, стала именно Касперовская икона Божьей Матери. Спустя какое-то время мы увидели, что она должна быть там. И вы знаете, практически проекта не было на то, чтобы она находилась там, у входа в Международную академическую школу. Но так Господь распорядился, что мы потом посмотрели, и она вписалась, она нашла свое место. Прихожане Свято-Успенского храма рассказывают, что ходят в Успенский храм регулярно. Одна из причин – Касперовская икона Божьей Матери. По словам наших собеседников, они на себе прочувствовали всю ее силу, чудо. Это самый мой любимый храм. Я тут находлюсь спокойствием. Розкаяние, атмосфера, энергетика очень сильная. Если даже думки какие-то не хорошие, присутние были, они все впливают, и есть сила, что ты раскаяешься. Господь – это наша любовь, с чего мы складываемся сами. Прежде всего, чувство благодарности Богородице, Своей милости. Это то, что нам помогает. Я очень люблю Касперовскую. И всегда, когда у меня сложные какие-то в жизни моменты, я прихожу к ней, ставлю свечку и прошу в нее помощи, она всегда помогает. Всегда вразумляет и поддает ответы на все вопросы. Я искренне хочу поздравить всех одесситов, всех православных с праздником Петра и Павла, а также с праздником Касперовской иконы Божьей Матери. Хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье был мир, спокойствие, благополучие. И пусть нас всех хранит Господь.